Ушли далеко в прошлое те времена, когда курить было можно везде и всюду. Знаешь, я тебе скажу свое мнение по этому поводу. Я очень рад, что такие времена уходят в прошлое, потому что очень сложно идти, например, по улице, по переходу или по тротуару. Впереди тебя идет человек с сигаретой, и ты вынужден идти за ним и дышать дымом. Даже по улице идти сложно. Я уже молчу про закрытое помещение. Я не курящий, ты же знаешь, и поэтому мне, например, очень тяжело. Все-таки я считаю это плохой привычкой курение. Отвратительно просто. И все же некоторые продолжают курить в таком месте общественного пользования, как подъезд, причиняя немало проблем соседям. Что сделать в подобных ситуациях в сюжете Ирины Вобещевич? Ушли далеко в прошлое те времена, когда курить было модно везде и всюду. Реклама сигарет была разрешена, а киногерои с сигаретой ассоциировались с целеустремленными, ответственными и уважаемыми людьми. И многие стремились им подражать. Сегодня в тренде здоровый образ жизни, а на курение в общественных местах наложен запрет. В семье Марьям Жексыбеевой не приветствуют курение, но тем не менее порой квартира наполняется смрадом из-за соседей. Мы вон в соседнем доме таксистов живем. Соседи курят, да? Вы как-то боролись с этим? Ну, мы говорим в чате, объясняем, говорим, чтобы не курите, пожалуйста. Курите там как-то, потому что домой заходят, многие соседи говорят, запах дыма. Ну, не должно быть. Каждый должен друг друга уважать. Вот. Вы как-то приучаете, что соседи, они отвечают? Ну, они говорят, да, мы справимся. Мы не будем курить. Они просят извинения. Это хорошо, когда соседи друг с другом общаются даже посредством чата, и всегда можно выразить свое недовольство и быть услышанными. Но когда сосед и вовсе не сосед, а временный жилец, которому нет дела до вас и чем вы там себе дышите. Вот этот подъезд, эта сторона, это однокомнатные квартиры. И посуточно сдают. И это для нас вообще такое неудобство составляет. И курят, и гадят. Даже было, значит, по-малому сходили в подъезд. Есть квартиры, которые двухкомнатные. Ну, сдают, люди нормально живут, так же аренд платят. А это посуточно сдают, это проблема. Этот запах дыма не только в подъезде, но и у нас в квартирах. Вот живу я в пятиэтажке рядом с Народным банком. Это ужасно. Просто это ужасно. Соседи курят. У нас, знаете, как интересно. У нас вот пятиэтажный дом, в подъезде я живу, и мы трое владельцев. Остальные сдаются в найм. Вот вы представляете, что это... Я не могу даже это выразить. В подобных ситуациях люди обращаются в управляющие компании, КСК, чтобы приструнить нарушителей, отравляющих жизнь. К нам обращаются по всяким поводам, даже к функции которых не входят в нашу компетенцию. То есть сосед курит, сосед дебоширит, сосед мусорит в подъезде. Все это ложится на наши плечи. Мы рекомендуем всегда обращаться в опорные пункты по месту жительства, так как за соблюдением правил пользования в местах общего пользования следят все-таки наши участковые. Теоретически вы имеете полное право пожаловаться на нарушителя в орган управления. Но сами управляющие организации никак не смогут повлиять на злостного курильщика. Придется звать участкового. Сотрудник полиции обязан откликнуться на вашу информацию о нарушении правопорядка. 7 июля 2020 года вступил в силу Кодекса здоровья народа и системы здравоохранения, предусматривающий защиту казахстанцев от пассивного курения в общественных местах. Курение в подъезде наказывается штрафом в размере 15 мрп, а это 51 750 тенге. Если в течение года нарушение повторилось, то штраф увеличится до 20 мрп, это 69 000 тенге. Между тем, не забудьте зафиксировать факт курения или заручиться тремя свидетелями, чтобы доказать, что курил именно конкретный человек.